Глава восемнадцатая Книги-Притчи Соломона Прихоти ищет своенравный, Восстает против всего умного. Глупый не любит знания, А только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого Приходит и презрение, А с бесславием — поношение. Слова уст человеческих — Глубокие воды, Источник мудрости, струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, Чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, И слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, И уста его — сеть для души его. Слова наушника — как лакомство, И они входят во внутренность чрева. Не родивый в работе Своей брат-расточителю. Имя Господа — крепкая башня, Убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого — крепкий город его, И как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, А смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, И стыд ему. Дух человека переносит его немощи, А пораженный дух — кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знания, И ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, И до вельмож доведет его. Первый в тяжбе Своей прав, Но приходит соперник его И исследует его. Жребий прекращает споры И решает между сильными. Озлобившийся брат — неприступнее крепкого города, И ссоры подобны запорам замка. От плода уст человека наполняется чрево его, Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власть языка, И любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, Тот нашел благо, И получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, А богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, Тот и сам должен быть дружелюбным, И бывает, друг, Более привязанный, Нежели брат.